В Киеве трехтесечная колонна Батькивщины движется к памятнику Шевченко. Участники шествия несут огромные флаги Украины и Европейского Союза. Вот так вот сейчас мероприятия проходят в столице нашей Родины. А что там в Одессе? И Одесса уже, в Одессе уже возлагали цветы к памятнику Шевченко. Это мы уже видели. В Одессе уже состоялась национальная вечи. Там же, на том же месте и в Одессе уже должен был стартовать марш вышиванок. Я все о своем, никак не могу понять. Но пока там наши журналисты с микрофонами, люди оттуда не уйдут. Поэтому надо ребятам говорить, чтобы они давали старт мероприятию. Видимо, никак не стартует марш, да. То есть отдельных людей в вышиванках мы видели, очень красивых. И детей мы видели. Но однако же вот какой-то такой колонны, которая... Но мне кажется, что это должно быть как колонна. Может, я неправильно это понимаю. Давайте дадим шанс нашей журналистке Наталье Чеховской оправдаться. Сейчас мы дадим шанс сначала нашему журналисту Вадиму Шпаченко. Он тоже должен оправдаться за свое поведение. Вадим, мы слушаем вас. И вновь наша съемочная группа с вами. Итак, что мы нашли? Мы нашли вот эту вот машину. За рулем этой машины сидит Альберт Гордеевич. На этой машине написано, кто не видит славу Украине, улюблене Икраине. И сейчас Альберт Гордеевич пообещал нас прокатить. Да, Альберт Гордеевич? Так. Нам можно садиться, да? Назад? Да. Итак, мы садимся в машину к Альберту Гордеевичу. Он нас любезно пригласил. Так, Леша, залазь. Альберт Гордеевич, ну давайте, наверное, по дороге, если у вас получится, да, познакомимся немножечко с вами. Расскажите о себе. Я, Балынец Альберт Гордеевич. Я, Альберт Гордеевич, я прошу прощения. А вот можно наш оператор на переднее сидение сядет, так будет удобнее с вами общаться? Итак, пока оператор будет пересаживаться, я думаю, мы можем с вами начинать. Расскажите немножечко о себе. Я первый предприниматель города Одессы. Мне 77 лет. Все это время я работал. В 60 лет у меня непрерывного стажа. Вот. И заработал у нашего государства пенсию всего 970 гривен в месяц, на которое, конечно, прожить нельзя. Вот. И я понимаю, что надо что-то менять. Поэтому я автор гимна Украины нового. Написал этот гимн, который будет вести Украину в прекрасное светлое будущее. Ну, поскольку у нашей столицы Киева нет пока гимна. Альберт Гордеевич, я вас понял, а вот мы можем вот сейчас, пока вы будете нам рассказывать строки из своего нового гимна, ехать? Анатолий! 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 Пару слов можно сказать на камеру? Ну, нам надо ехать по-быстрому. По-быстрому. Давайте по-быстрому. Буквально одно предложение. Вот спрашивают нас, зачем нам независимость? Я в Одессе родился, вырос. 30 лет назад под Одессой хотели построить атомную электростанцию. Вспомните. Если бы не независимость, мы бы все с вами жили в 30-ти километровой зоне. Всего лишь 20 километров от двух столбов. Суть ясна, нам надо ехать. Спасибо вам. Чтобы мы решали, что строить, где, почему, а не кто-то в Москве. Решили, захотели, построили Чернобыль, захотели, Теплодар построили. Садись, я на двор. Итак, ну, мы стартуем, надеюсь. Альберт Гордеевич, какой у нас маршрут? Куда едем? Вот за колонной. А строки из вашего гимна вы нам обещали? Да, я сейчас вам его прокручу. Давайте. А он у вас записан даже, что ли? Ой, сейчас Альберт Гордеевич включит запись гимна Украины собственного произведения. И все это в шикарном мерседе... Я сейчас попрошу нашего оператора показать вообще Одессу, вот, что мы видим, собственно, из машины, да, пока едем. Вот, а в это время сейчас Альберт Гордеевич настраивает. И... Готово? Итак, новый гимн Украины в исполнении Альберта Гордеевича. Давайте немножечко послушаем. Главася, Господь наш, мудрый и мудрый, в свете да все твоя воля. Вільною стала козачка родина, нам посмехнулася доля. Вільною стала козачка родина, нам посмехнулася доля. Братцы и спортом мы славим, но рідно влюблену нашу краю. Щоб поважало в селедство плавити нашу святого кищеву. Щоб поважало в селедство плавити нашу святого кищеву. Видим, у каждого свой праздник, а не... Это точно, у каждого свой праздник. Свой гимн уже выясняется на самом-то деле. И вообще Вадиму Шпаченко опять-таки повезло, да? Он находит, находит ярких личностей, он справляется со своей задачей. Ирина, что там сегодня еще интересного, сердечного? Ты знаешь, что сегодня даже любящее сердце утечного моста украсили в цвета национального флага. Прекрасно. Такие вот одесситы креативные. Празднично преобразилось металлическое сердце. Флаг состоит теперь из пяти сотен желтых и голубых бантов, которые изготовили одесситы и гости города. Ну, это, наверное, очень красиво. Я думаю, что это очень красиво, да. И хотелось бы... Ну, возможно, наша съемочная группа побывает и там. Мы, конечно же, постараемся, постараемся показать. Вот мы, по-моему, возвращаемся к Вадиму Шпаченко, да? Хотя, насколько я знаю, с нами на связи сейчас должна быть... Наталья Чеховская, да. Быть может быть, мы ее сейчас и увидим. Вот она. Уже видим ее. Она тоже, между прочим, достаточно хорошо украшена. Возле памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко уже практически пусто. Остались только самые-самые патриоты, ну и милиция, и вот протестующие. И мы встретили одного из вот таких вот замечательных людей, который хотел бы поздравить вас и нас с праздником. Здравствуйте. Я бы хотел поздравить вас с праздником, пожелать вам просветания и всего самого наилучшего. И хотел бы вам представить наше новое молодое общественное движение «Взгляд в молодежи». Мы объединяем молодых людей с различными интересами. Главная общая черта – это желание помочь нашему любимому городу. И наше намерение я бы хотел высказать четверостишье. «Взгляд в молодежи, в нем новая сила, не словом, а делом, и только вперед. Мы верим в Одессу, мы помним, как было, и сделаем так, что она расцветет». Спасибо. Спасибо вам большое. Вот такие вот одесситы. Мы продолжаем наш путь, продолжаем наше празднование. И сейчас мы отправляемся за Шиванковым маршем и будем маршировать вместе со всей Одессой. Давайте с нами. Житя, а где можно будет сюда построить? Или можно ли вообще... Ушел уже марш, а Наталье придется догонять. Вот, 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 наконец-то марш. Наконец-то мы увидим марш. Да, с 10 часов утра мы ждем, когда же наконец-то начнется. Ушла Наталья, ушел марш. Наконец-то стартовал марш. О чем ты говоришь? А я вам говорил, пока там Наталья, они будут кружиться вокруг нее. Слишком красивых журналистов послали на события. Но теперь-то уже все состоится. Так, господа, присоединяйтесь. Вышиванковый марш двинулся через центр города на Приморский бульвар. Там будут строить цепь из вышиванок, чтобы войти в Книгу рекордов Гиннеса. Там продолжается ярмарка народного творчества. Там угощения, там интересные события. Украинская кухня в городском саду. Там же в 15 часов возле памятника Дюку на Приморском бульваре будут угощать всех огромным караваем, который весит больше 10 килограммов. Поэтому, если у вас есть вышиванка, обязательно одевайте ее и присоединяйтесь к колеситам. Но даже если ее и нет, я думаю, что достаточно иметь просто хорошее настроение. Этого достаточно, чтобы присоединиться к празднованию. И чтобы просто увеличить эту цепь вышиванковых или просто невышиванковых участников этого... Чтобы присоединиться к празднику, не обязательно иметь вышиванку. Вот Ирину буквально услышал президент Америки Барак Обама, который поздравлял украинцам с Днем независимости. И точно так же абсолютно без вышиванки, но присоединился к празднику президент России Путин. И вот что самое смешное, каждый из этих президентов, поздравляя, желал развития. Только Обама тянет в Европу, а Путин предлагает скорее дружить домами с Россией, там, таможенный союз. Так что посмотрим, что выберут украинцы. Хотя после последней таможенной войны уже совсем другие интересы, похоже, проявляются украинцев и предпринимателей. Президент Польши Комаровский тоже поздравляет. Нас такое впечатление, что все они, наверное, смотрят наш прямой эфир, да? Они просто все хотят украинской кухни, вот то, что в Горседо, они надеются, что позовут, угостят, Каравай, в конце концов, там так не кормят. Что еще интересного нас ждет? Президент Польши пожелал, я хочу же закончить, что пожелал президент Польши, украинскому государству мира, согласия, процветания и успешного продвижения на пути евроинтеграции. Они издеваются, члены ЕС, поляки. Ну, они, может быть, желают от чистого сердца, я так надеюсь. Ну и, как мы уже говорили, даже Google поменял сегодня логотип в честь Дня независимости Украины. Это о чем-то таки говорит. 22-я годовщина, пусть это не круглая дата, пусть это не юбилей, но, тем не менее, это достаточно весомый день рождения, весомый праздник. Поэтому нашел отклик, видите, у первых лиц очень многих государств. Мы прощаемся буквально на несколько минут. Несколько минут, потому что скоро включение. С нами на связи будет наш журналист Николай Покровский, который расскажет о том, как происходит начало, старт яхтенной регаты чемпионата Одесской области, посвященного, собственно, Дню независимости Украины. Сейчас реклама, и мы вернемся. Оставайтесь с нами, вы увидите на Новой Одессе все самое-самое интересное. Оставайтесь с нами, хорошего вам настроения. Субтитры создавал DimaTorzok